Здравствуйте, мои дорогие телезрители! С вами Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Сегодня рубрика «Подсмотрелки». И сегодня я совмещу, возможно, это видео, вот эту вот покупочку, с какой-нибудь другой. Потому что посылки небольшие, бывают такие посылки, когда очень много товара, а бывает иногда, ну не знаю, в данный момент будет 3 обуви, 3 пары обуви и 2 сумки. Я их совмещу с какой-нибудь другой посылкой, а может быть с двумя. И получится чуть-чуть подлиннее видео. Так что давайте я переверну камеру и покажу. У меня на самом деле собирается много, просто я совмещаю иногда 2, 3, 4, если они короткие. Потому что бывают иногда покупочки в таких, ну, 1 сумка или 2 или 3. В основном у меня большие посылки, так, до 5 килограмм. Но иногда бывают и до 3 килограмм. Поэтому в данный момент вот у меня 3 пары обуви, 2 сумки. И сегодня я отправила посылку в Казахстан. И я так думаю, что я совмещу вот эти 2 посылки вместе. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня у меня, как я вам сказала, 2 сумки и обувь. Давайте начнем с сумочки. Так, в одном из моих влогов я снимала сумочки, уже не помню где, их уже так много, что я сама тяжело нахожу ту или иную сумку, когда мне делают скриншот. Поэтому, если видео влоги, которые я выставляю так сегодня или вчера, так мне легко найти, понятно, да? Там, например, или бренд, мне тоже понятно. А если, например, сняты давно, я, естественно, тяжело, мне тяжело найти сумку. Поэтому пишите мне номер видео. Я под видео в комментариях закрепляю мой комментарий и там пишу номер. Там, например, 56, 46, 100, 200, 300. Да, номер именно этого видео. Вот, чтобы мне было легко найти именно эту сумку. Потому что, вы сами понимаете, мне это нереально найти эту сумку в каком видео, где, когда снято, 6 месяцев назад, 3 месяца назад. Таким образом, я специально сделала номерки. Вы мне отсылаете номерок, значит, скриншот, значит, скриншот сумки. И все, я узнаю, есть ли в наличии такая. Все. И вот так мне и сделали, в принципе. Я нашла эту сумку. Естественно, такие сумки продаются круглый год, всегда. Ну, конечно, какие-то сумки могут вообще исчезнуть, не быть. Я имею в виду, что их вообще не производят. Ну, в таком случае я скажу, что нету, да? Вот в данный момент эти сумки еще оказались как бы в наличии. И на самом деле, вместо вот этой сумки хотели другую. Но мы все-таки, как бы, я показала другие варианты и выбрали именно эту. Ну, давайте сначала об этой. Вот эта сумка, она из мягкой кожи. Очень мягкая. Такая кожа, как чуть-чуть толще, чем перчаточная, скажем так. Но она очень мягенькая. Я хочу сказать, и на видеовлоге я тоже говорила, что такие сумки, они очень ходовые. Вот проходят и за год в год, и все равно эти модели почему-то продаются очень хорошо. Может быть, потому что они вот такие яркие, потому что цветовая гамма, знаете, вот просто, ну, большое количество. Там от бежевого до салатового и голубого. То есть все оттенки, которые есть на свете, наверное, вот эти сумки имеют. И потом по форме. Они такие, знаете, полукруглые. Вот видите, как они сделаны. С задней стороны замочек. И они недорогие. Поэтому, как бы, цены такие приемлемые. Очень хорошие. Вот, видите. Так, открывается. Я вам сейчас открою, покажу. Внутри подклад бежевого тона. Кармашек здесь есть. Все написано General Weather. General Weather это натуральная кожа. Борс импелли на итальянском натуральная кожа. И модель Итали. Соответственно, все это сделано в Италии. Пахнет кожей-кожей. Прям приятно. И здесь еще сама вот эта вот крышечка, да, накидушечка, она открывается вот так вот замочком, да, и полукругом. Получается, сюда что-то можно ложить. Но хочу предупредить, мои дорогие. Если вы забудете закрыть, то все это отсюда потеряется. Поэтому будьте внимательнее. Вот я имею в виду, если кто приобретает такие модели. Не обязательно у меня. Но если где-то у себя там приобретаете такую сумку, то имейте в виду. Обязательно нужно закрыть. Мне сейчас одной рукой очень тяжело. Ну вот, я, значит, ее закрыла сама. Ремешок удлинителя удлиняется, то есть фиксируется, делается коротким и длинным, как вам хочется. Вот такая вот здесь кисточка из натуральной кожи. Приятно так висит она. Свисает, придает только женственность этой сумке. В данный момент вы видите цвет фуксия. Очень красивый, яркий такой цвет. Ну, хорошая сумка. Так, на каждый день. Почему бы и нет? И размер, кстати, не маленький и небольшой, средний. Дальше мы перейдем вот к этой сумке. Я вам сказала, что изначально сумку хотели другую. Похоже на эту. Но здесь был такой клапан, знаете, такой открывающий. И вот потом сумка открывалась. Так вот, ту сумку, которую она хотела, она оказалась маленькой. Я просто от себя как бы посоветовала, сказала по коже, что лучше. И дала ей несколько вариантов. Выбрана была вот именно эта сумка. И по размеру, она сказала, и то, что здесь ручка есть, тоже ей понравилась. Вот такая вот сумка. Ремешок-удлинитель не убирается. То есть он туда, видите, с клепкой сделан. То есть вот так. И с задней стороны нет никаких карманов. Здесь открывается на магните. Кожа вот такая вот. Кожа коровы. Но она на ощупь очень приятная такая, мягкая. Так, внутри вот такой подклад бежевого тона. И внутри один отдел. И есть еще один карман. Видите? Маден и джинни ледер. Итальянская сумка. И вот так она закрывается. Красивый цвет. Такие сумки имели другие расцветки. Темный шоколад. Синий, зеленый, бордовый. И вот такой вот рыженький. Ну что ж, а мы перейдем давайте к просмотру обуви. Обувь я купила вчера. Вчера я купила 7 пар обуви. Это для другой посылки, которую я говорю, что я совмещу вместе с этим видео. И 3 обуви здесь. И еще одну обувь я купила для другой моей заказчицы. Там мы посылку собираем еще. Поэтому обзор я не делаю. Обзор я буду делать, когда посылка полностью соберется. Ну что ж, вот смотрите. Здесь, значит, эту обувь я купила в Leonardo Shus. Я делала видео обзор. Там были, значит, обувь последних размеров. И я говорила, что если кто-то захочет, если найдет свой размер, обращайтесь. Ну, после этого видео сразу были заказы. Я пошла и купила. Поверьте мне, когда я делала видео обзор в этом магазине, было очень-очень в многом обуви. Сейчас стало, ну, на 40% меньше. Конечно же, все это раскупают. Потому что по таким ценам. 45 евро стоят макосины, ботинки стоят 55, какие-то плетеные 55, какие-то, ну, в общем, в любом случае макосины 45, ботинки 55, полусапожки 65. И сапоги сейчас 95, были 75, они повысили. Потому что сапоги сейчас сезон, и, в принципе, цена тоже хорошая, потому что такие сапожки стоят 200, 180, 220, 250, смотря что и где. Ну, вот 95 евро у них такая цена. В общем, давайте приступим к просмотру. Вот такие вот макосины. Конечно же, сразу видно, что ручная работа. И размер это 41. Да. Конечно же, ей повезло, что 41 размер есть. Ну, я же сразу сказала, там были и 36, и 35, и 37, и 38. Вот что в наличии есть там, то вот есть. Все, я показывала. Человек выбрал, мы связались на WhatsApp, она выбрала именно эти макосинки, но она уже на видео их присмотрела. Поэтому она мне показывала. Регина, посмотрите, там вот именно с черной такой строчкой. Они оранжевые, по-моему. Ну, они не оранжевые, они красные. Вот такая вот красивый цвет, очень красивая. Мне нравится. Хорошая обувь. Если честно, я не помню, сколько я за какой заплатила. Я заплатила, так, сейчас я скажу, так, 45, 45, нет, 45, 55, вот, у меня написано 45, и две пары по 55 евро. Вот. Поэтому все написано у меня в тетрадке. Чтоб не перепутаться, это когда я расплачивалась, чтоб не перепутаться. Так, дальше, давайте откроем следующую пару обуви. Эта синьора хотела именно какие-нибудь беленькие. Но те, которые она хотела беленькие, их не было уже в наличии, проданы. И мы вот взяли то, что, скажем, она выбрала следующую пару. Сейчас я их сюда вытащу и покажу вам. Вот они. Хорошие, добротные, плетеные. Плетеные, так, все это натуральная кожа, сразу говорю. Значит, переплетенная белая кожа и золотая кожа и серебряная, то есть, в перемешку. Видите, золотая кожа, серебряная и белая. Очень красиво, необычно сделано. Беленькие. Здесь, это, такая, однотонная кожа. Я имею в виду, однотонная, не комбинированная, да, белая. И она достаточно мягкая снаружи, но она все равно каркасом идет, да. Она не, не скажем так, мягкая-мягкая, как вот эти макосины. Вот. Такие каркасные, подошва вот такая вот, достаточно массивная. Ну, вот, выбор был такой, 41 размер. И сейчас я вам покажу еще третью пару обуви. Это все одной заказчице. Я же вам сказала, сейчас мы будем упаковывать посылку и отправим завтра утром. Вообще, я хотела завтра утром сделать съемку, но завтра утром я буду очень занята, и мне будет некогда, я решила сейчас заснять, и уже завтра буду свободна, и не буду делать именно эту работу. Так, и заодно мой супруг поможет мне упаковать уже, и съемка сделана, он не будет меня торопить. А то обычно я сижу за компьютером, монтирую, он говорит, ну, ты будешь делать подсмотрелки или нет? Давай не будешь? Я говорю, нет, буду. Все бросаю, иду и делаю подсмотрелки, чтобы вас порадовать. Так что сегодня я сделаю заранее. Вот следующая обувь, она тоже суперская. Вот посмотрите, классика, классика, но я бы не сказала, что она совсем прям вот классика и скучная. Посмотрите, во-первых, какой цвет. На ноге будет она смотреться очень хорошо. Если бы эта модель была бы чисто вот без вот этого всего, ну, наверное, я бы сказала точно какие-то скучные. Но за счет того, что вот здесь вот все-таки есть вот такой вот дизайн, да, модель смотрится неплохо, очень даже неплохо. И цвет тоже очень красивый. Вы знаете, коньячный или кофе с молоком, но такое вот, знаете, прям вот кофе-кофе с молоком, прям как будто кофейка прям двойная порция, знаете. Ну, вот очень красивая ручная работа. Я довольна, что она взяла именно эту обувь. Неплохая, неплохая, очень неплохая. Ну, потом за такие деньги я считаю, что это недорого. 55 евро, я считаю, что это вообще неплохо. Вот так. Вот такая вот сегодня покупочка. Сейчас я вам покажу полностью. Сейчас коробки вот так вот в сторону поставлю. Вот она, красавица-сумочка. Вот она, Фуксия-сумка. И я вам сейчас покажу полностью сегодняшнюю покупку. Ну, сегодня я купила сумки, а вчера я купила обувь. Какая разница? Вот. Все. Дорогие мои телезрители, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Туда я буду очень часто, не буду, а очень часто выставляю фотографии. И мои влоги, которые я еще не отмонтировала. И буду монтировать на Ютуб, но не сразу, не сегодня. А там вы увидите все и сразу. Понимаете, да? Чтобы у меня телефон не засорялся, я туда все сливаю, а потом все в компьютер. Вот. А на Ютуб чуть позже выходит, потому что я не успеваю, работаю одна. Мой муж помогает мне отправлять посылки, упаковывает, оформляет все это, да? А я делаю съемки. Ну, он помогает. Но все же, всю вот эту вот основную работу делаю я сама. Я делаю съемку, я делаю монтаж, я разговариваю с клиентами. В общем, покупки совершаю, все это делаю я. Вот. Поэтому на Ютуб выставляю немножко, чуть-чуть запоздала. Ну, надо над этим поработать. Но я ничего не могу сделать, это очень трудно на самом деле. Потому что, видите, если бы просто показы и не продажи, тогда, может быть, я бы все успевала. Так как у меня и продажи, видите, и с клиентами общение, и все, это занимает тоже кучу времени. Все, всех люблю, целую. Пока-пока. Номер телефона в WhatsApp найдете в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Все, пока-пока. Еще дополнительно заказали у меня вот такие вот перчатки. Это монтоны по-итальянски. Овчина, натуральная овчина. Вот такие они, видите, пшивка внутри мех. Очень тепленькие, потому что натуральный мех. И цена таких перчаток 35 евро. Ну и к завершению еще мы докупили, конечно же, вот эту курточку кожаную. На моих влогах вы найдете, я показывала эти курточки. Если не найдете, напишите, я вам ссылку оставлю. Значит, в этом магазине были сумочки и куртки кожаные с хорошими скидками. Поэтому в оригинале она стоила 320, а купили мы ее намного дешевле. Цены вы найдете на видеовлоге, я сейчас не припомню. Потому что сейчас я упаковываю посылки. Вот у меня посылочки здесь уже собраны. Две коробки. Будет одна 10 килограмм, другая до 3 килограмм. Да, это сумка фурла, которую я вам показывала. Сейчас все это отправим в Израиль. Мягкая кожа, это кожа барашка. Есть еще и другие цвета, но не все размеры. В данный момент мы выбрали размер 42, который был в наличии. И размер именно моей заказчицы. Очень приятный цвет. Мягенькая кожа, прям перчаточная. Значит, здесь оригинал Дженни Ледер, моден Итали, сделанного во Флоренции. Подклад черного цвета. Здесь такие вот кармашки, вставки бирюзового оттенка. Очень сочетаются. Вот такая классическая курточка. Не без разных таких, знаете, выкрутасов. Смотрится приталенно, симпатичная классика. Все, ничего лишнего. Такие куртки, они всегда будут здесь в тренде. Кто-то у меня под моим влогом писал, что все старье. Вы знаете, хочу вам сказать. Здесь есть магазины кожаные, значит, сумки и куртки, которые будут в френде из года в год. И те же самые товары. Плюс-минус, я имею в виду, какие-то обновляются, делают что-то новенькое. Там, может быть, какие-то строчки, кармашки. Ну, какие-то дизайны меняются, конечно, обновляются. Новинки приходят. Но много моделей, которые всегда будут в тренде. Всегда приезжают туристы. И все покупают, и все довольны. Все. Я всегда показываю то, что есть в наличии здесь в Италии. Показываю и бренды, и не бренды. А выбор всегда за вами. Кожа хорошая, мягкая, куртка на каждый день. Все. Пока-пока. Ну что ж, дорогие мои телезрители, бывают такие заказы. Одна сумка, например, или одна пара обуви, и отправляется. Это редко, но бывает. Значит, я делаю все, что меня просят. Вот я имею в виду, хотят одну вещь, отправляют одну. Хотят три килограмма, отправляют три. Ну, это как получается, да, у нас иногда и пять, и десять. Так, значит, сейчас у меня сумочка, купленная в Сотто-Сотто. У нас здесь сейчас 30% скидка, экстра скидка от Аутлета. И я не знаю, когда эта рубрика «Подсмотрелки» выйдет, но вот у нас в декабре начинаются экстра скидки. Вот, экстра скидки от цены Аутлета. Вот, и, значит, моя телезрительница увидела вот эту сумочку, сразу позвонила ко мне после выпуска на Ютьюбе. И я, естественно, ее купила. Сейчас я ее покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Одной рукой немного тяжеловато открывать. Та-дам! Вот такая вот красотка. Значит, здесь два цвета, черный и коричневый. Текстура под рептилией, видите, да? Это натуральная кожа, кожа коровы и вот такое тиснение. Вот такая. Она среднего размера, не маленькая, не большая, среднего размера. Это считается средней, потому что я считаю большими, это когда шоппербексы, вот такие вот большие. А это уже идет средний. Так, значит, укололась немножко здесь булавочка. Надо убрать ее. А, застегнуть, отстегнулась сам бренд. Значит, сразу скажу цену, раз она отстегнулась. Так, смотрите. Значит, 229 евро, 115 евро цена аутлета и минус экстра скидка 30%. Вот такую цену мы заплатили. Там, посчитайте сами, да? Вот такой вот бренд. Хорошая сумка. Симпатичная, на каждый день. Сильная, на мой взгляд, очень красиво смотрится. Натуральная кожа. Сейчас я открою внутри, покажу вам. Одной рукой немножко неудобно. Ну, мне не привыкать. Я когда делаю обзоры, одной рукой съемка, одной рукой у меня, как вы видите, всегда я открываю и цены показываю вам. Вот, смотрите, внутри один отдел. Достаточно вместительная такая сумка. Карман здесь. Дженни Ледер Вейропейли написано здесь. И с другой стороны. Тоже два кармашка. Два кармашка. Подклад черного тона. Прочный такой материал. Вот такие вот ручки с клепочками металлическими. И ручка-удлинитель тоже есть. Хочу посмотреть, он фиксируется или нет. Так, да, с двух сторон, видите, отстегивается, можно удлинить. С этой стороны и с той стороны, в принципе, и немножко будет подлиннее. Ну, вот такой вот маленький обзор. С вами я прощаюсь и до скорой встречи. Пока-пока. Вот ваша сумочка. Я забыла вчера отправить вам фотографию. Я сделала сейчас обзор на рубрику подсмотрелки. И заодно вам фотографирую и посылаю. Внутри один отдел. Карман стандартный. С этой стороны два, с этой. Красивая сумка. Смотрится, на мой взгляд, стильно, красиво. Вот такие вот заклепочки на ручках. И на ремешке-удлинителе тоже. Ремешок фиксируется. Это кожа коровы и тиснение под рептилий. Хорошая, достойная сумка с хорошей ценой. Ну вот, сейчас будем открывать. Должно быть здесь три сумки от бренда Фурла. Посмотрим. Сейчас откроем. Это я открываю, проверяю, все ли хорошо. А потом делаю подсмотрелки. Вот делаю рубрику подсмотрелки. Сейчас буду распаковывать вот эти две коробки. Большие пришли с аутлета. Знаете, что я делаю? Это вот у меня хлеб остается. И чтобы его не выкидывать, я сделала соленые сухарики. Вот так вот. Дорогие мои телезрители, у меня такое иногда бывает. Не часто, но все же бывает, что рубрику подсмотрелки не удается заснять. Из-за того, что просто по времени не получается. Вот нужно срочно отослать и все. У меня, например, монтаж. Да, вот смотрите, тут я за компьютером сижу и прям уже не вылезно, не вылезно, как-то не вылезаю из компьютера. То есть мне нужно бежать сейчас на закупки. И на рубрику подсмотрелки просто нет времени. И потом здесь сумки. Я знаете, что решила сделать? У меня есть фотографии на эти сумки, которые я отправляла моей заказчице, чтобы она посмотрела цвета, которые она купила. Я просто, ну, добавлю вот эту маленькую вот эту рубрику подсмотрелки, скажем так, не распаковку, не упаковку там, да, а просто фотографии. Имейте в виду, что в этой коробке почти 15 килограмм, почти. Вот. И здесь 21 сумка. И я вам вложу сюда фотографии, и вы увидите, какие сумочки она купила. Она купила сумки недорогие, флоренцийские, небрендовые, то есть без маркировки. Значит, мы купили сумки у Донателло, значит, несколько штук. Потом мы купили сумки в другом магазине, и одну сумочку купила она у меня. Все. Поэтому мне очень жаль, что прям подробно, подробно, прям так я не смогу вам их показать. Но имейте в виду, что вот то, что вы увидите на фотографии, вы можете также заказать и у меня эти сумочки. Поэтому обращайтесь. Вы меня извините, что так получилось, но у меня так получилось, потому что по времени просто не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что, например, я могу сейчас, например, раскрыть эту коробку, все вытащить там, да, и делать рубрику подсмотрелки, да, потому что посылку курьер заберет завтра. Но это, знаете, двойная работа, у меня просто на это времени нет. Мой супруг старался, он занимается упаковкой и отправкой посылок, и поэтому его труды я тоже ценю. И тут и расход идет, и скотча, и все, поэтому... Времени тут, знаете, очень много уйдет на это, потому что каждая сумка герметично упакована, и поэтому, извините уж, что так получилось, но я все же делюсь с вами фотографиями, и вот имейте в виду, что столько сумочек у меня заказали. Еще одна, 46-го размера, это тоже Бруно Монетти, очень красивый цвет, хороший такой свитер, 393-196 и делим напополам. Вот такая вот цена будет, 46-й размер. Да, Наталья, оно есть в наличии, это Патриция Теппи, пальто черное с серебряными нитями, это Патриция Теппи, размер 40, и цена сейчас экстра, и она последняя осталась, сейчас очень много народу, и все раскупают, 398-199 и 100 евро сейчас будет стоить. Да, она есть в наличии, я боюсь, что сейчас ее продадут, если вы сейчас не оплатите, я ее куплю. Тысяча она стоила, 500, и сейчас минус... Чинг-панто перченто? Дуиченто чинг-панто, 250 евро. Вот ваша сумочка, я покупаю, этот цвет идет бежевый, прям бежевый-бежевый, красивый, но сегодня он пришел. КОНЕЦ